всем привет немного с опозданием но все же нам стоит обсудить эту тему дело в том что официальный представитель кремля господин песков прокомментировал последние события на валютном рынке россии и фондов в частности речь идет про падение курса рубля по отношению к доллару и падению крупнейшей акции крупнейших российских компаний да тут еще появилась новость оказывается российский рубль вошел в топ двадцатку наиболее популярных валют в мире это данные предоставляет нам свифт давайте эту тему обсудим и на этот счет я поделюсь с вами своей частной точкой зрения но обо всем по порядку друзья сегодня утром я записал обзор по поводу ситуации на рынке нефти это противостояние сша и опек и других стран кто не смотрел обязательно это сделайте ссылка сейчас проверки верхнем углу появится и там мы с вами затронули тему вот такой возможно манипуляции на рынке нефти и возможно какой-то ситуации которая не есть на самом деле то что происходит для этого я ссылался на статью на коммерсанте вот в этой статье который сейчас видите вы указано о том что оказывается лукойл газпром нефти рост нефти топ-менеджер этих компаний заявили что у них закончились производственные мощности они не могут увеличивать добычу нефти из-за того что пандемия снижение объемов инвестиций в отрасль и так далее и так далее плюс экологические требования ну короче говоря много проблем и знаете по иронии судьбы на другом информационном сайте российском например на тасс другая новость 8 новых нефтяных месторождений ввели в эксплуатацию в югре в 2021 году то есть вот в текущем году новых месторождений новые 8 месторождений запустили в проекцию мощность да то есть они начали работать добывается там нефть и доставляется на рынок нефти собственно говоря при этом обращается внимание что практически 42 процента всей нефтедобычи в россии как раз приходится именно на вот этот регион конкретно на югру то есть получается что 8 новых месторождений открывается дак а почему же тогда крупнейшие топ-менеджеры крупнейших нефтяных компаний россии говорят что нет возможности наращивать добычу нефти то есть фактически то не это уже сделали по итогам 2021 года и честно говоря я уверен что и дальше будут развивать эти мощности еще раз напоминаю о проекте восток ойл это основной проект где участвует компания роснефть туда же скорее всего зайдет возможно и новотек но это дема отдельная тема для разговора но так или иначе теперь это все конечно тема не сегодняшнего обзора давайте дальше посмотрим что у нас происходит на рынках нефть немного чуть-чуть корректируется нефть марки brent 81 доллар 80 центов российская валюта на момент записи обзора находится на уровне 74 рубля 60 копеек за доллар но то ладно у нас вот интересная новость о том что песков это официальный представитель кремля я думаю что вы все знаете кто это такой короче говоря ему задали вопрос по поводу того как кремль реагирует на последние события с обвалом рубля вот на последних днях плюс обвалом российской бирже и давайте послушаем что конкретно непосредственно сам песков сказал что называется из первых уст и жить в современном мире и не испытывать давление международных инфляционных тенденций невозможно мы видим с вами беспрецедентно высокую инфляцию в долларовой зоне высокую инфляцию в зоне евро конечно же быть свободными стерильными и свободными от влияния от негативных этих тенденций быть невозможно к сожалению но тем не менее наш центр банк правительство сохраняют все необходимые параметры для макро стабильности макроэкономических индексов в этом плане все все нормально и поэтому здесь в данном случае мы не видим поводов для такого излишнего алармизма но вот так прокомментировал песков текущую ситуацию все что произошло на российском рынке вот он сказал по поводу инфляции что везде инфляция и в долларовой зоне и в евро зоне но первое на чем я хотел заострить внимание вот такое впечатление что он подбирает слова по поводу вот как это все объяснить по поводу происходящего но мы с вами знаем что кстати госпожа набиулина глава центрального банка россии они ведь тоже делали прогнозы еще летом по поводу инфляции но эти прогнозы практически вообще никак не реализовались сейчас инфляция намного выше чем планировал сам центральный банк но и классическая фраза бориса николаевича ельцина первого президента россии не будет девальвации твердо и четко и не просто это я придумаю увидели фантазия или я не хотел нет это все просчитано девальвации не будет твердо и четко то есть я это все к чему я это все к тому что все вот такие заявления это конечно скорее всего рассчитаны на достаточно большую широкую аудиторию скорее всего на эти заявления тиражируются в основных официальных источниках средств массовой информации но и понятно для того чтобы сгладить какие-то возможные волнения можно сказать успокоить массы но и и все-таки я напоминаю что на рынках то немножко другая ситуация дело в том что развивающиеся рынки будут одни из первых под ударом тогда когда например федеральная резервная система сша начнет поднимать процентные ставки российский рынок это рынок развивающейся экономики инвесторы будут резко покидать все рынки они будут уходить поскольку ужесточение будет политики деньги иностранные будут буквально большими объемами уходить с рынков и конечно же под раздачу попадут в том числе и национальные валюты это не даже не я говорил об этом говорят все эксперты те кто анализирует финансовые рынки но да ладно здесь конечно мы уже поняли о чем идет речь и мы уже понимаем общую философию и логику напишите что вы думаете по поводу вот комментариям официального представителя кремля тут еще одна штука далеко ходить не будем давайте на этом же сайте остановимся если на других конечно источниках эта новость короче говоря рубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мира но давайте здесь на эту тему порассуждаем и посмотрим что же там произошло начнем с того что вот в октябре с показателями 0 2 процента от всех торгу от точнее всех операции в разных валютах 0 2 процента занимает именно российский рубль по данным международной системы обмена информации банком между банками свиф то есть 0 2 процента это читается вроде бы как одна из популярных валют при этом как отмечается что в сентябре рубль выпадал из этого списка и вместо него на эту строчку двадцатую занимал венгерский форинт то есть получается что российский рубль конкурирует с венгерским форинтом но где венгерская экономика и где российская экономика с ее масштабами с ее нефтью газом и другими видами значит экспортируемых товаров работы услуг ну грубо говоря то есть получается что 20 место это считается популярная валюта но естественно по итогам октября в 2021 году первое место по расчетам занимает доллар сша практически 40 процентов именно за долларом сша на втором месте евро 38 процентов но и замыкает вот эту тройку фунты стерлингов также в пятерку попадает японская иена китайский юань канадский доллар и австралийский доллар это все объяснимо потому что эти страны они также достаточно хорошо представлены на международной валютной арене и мировой торговли например та же канада это сельское хозяйство это горно-рудная промышленность канада это конечно же нефть но и другие страны тут кстати еще и упоминается такие как валюты как гонконгский доллар сингапур сингапурский доллар и тайский бат вот эти страны они работают войти индустрии потому что вот так называемые эти чипы микросхемы тут же apple кстати говоря в какой-то мере завязан на этот регион поэтому это все объяснимо вот вопрос российский рубль одна из популярных валют но давайте попробуем понять одну штуку есть такие компании как газпром роснефть лукойл всем известные наши компании которые мы в последнее время часто упоминаем более того например роснефть роснефть это вообще вторая компания нефтедобывающая компания в мире после саудио рамка по объемам добычи нефти по запасам но и так далее то есть это вторая мире обращая внимание и получается что мы с вами имеем такие крупнейшие мировые компании я не побоюсь этого слова который представлен на мировом рынке нефти например у сельскость удобрения например фосагра окрон и так далее это другое немножко направление но тоже крупнейшие компании норильский никель лидер по поставкам высокосортного никеля но и так далее например полиметал поле золото это тоже крупнейшие золотодобывающие компании в том числе и в мире они входят в пятерку и имея вот такие компании которые работают в том числе на мировой рынок экспортирует тот же русал кстати алюминий экспортирует мы всего лишь занимаем 20 место с 0 2 процента и здесь кстати говоря я вспоминаю высказывание нашего президента путина когда вот он сказала представьте что если мы вдруг откажемся от доллара сша в расчете за нефть тогда вообще конечно это будет проблема для доллара сша тем более мы как уже обратили внимание что компания роснефть является второй в мире но давайте включим мозги и включим логику но предположим мы смоделируем такую историю когда россия полностью переводит например расчеты за нефть от компании роснефть в российские рубли сразу возникает вопрос до каких пор тогда будет укрепление национальной валюты 70 рублей 50 рублей 30 рублей я думаю что нет потому что объемы достаточно большие 2 компания в мире в том числе по продажам нефти то есть рубль настолько укрепиться укрепиться по отношению к доллару что та же российская нефть уже станет настолько дорогой что проще уж тогда будет покупать в той же саудовской аравии либо в ираке либо в той же канаде в бразилии то есть есть другие страны которые также предлагают подобные сорта нефти тяжелых сортов в том числе на схожесть например с марками euros и другие сорта короче говоря вы понимаете логику да то есть рубль укрепиться настолько это первый момент и второй момент если рубль укрепиться потому что рубль будут покупать а покупать будут за доллара сша за те же да то есть например то покупает например нефть либо за китайский юань либо за какую-то другую иную валюту но так иначе рубль будет покупаться другими участниками он будет укрепляться национальное производство наше внутреннее она просто-напросто умрет потому что крепкий рубль это плохо для национального производства поскольку импортные товары захлестнут национальный рынок поскольку импортные товары будут вне конкуренции с национальными товарами национального производства, потому что они будут дешевыми. Но доллар будет дешевый, евро будет дешево по отношению к рублю. Это вторая причина. Но и третья причина. Да, собственно говоря, рублей не хватит для того, чтобы реализовывать нефть за рубли. Понимаете? Количества рублей физически не хватит. То есть, те, кто покупает, возможно, российскую нефть, они будут вынуждены выкупить рубли для того, чтобы просчитаться за рубли, за эту же самую нефть российскую. И, например, вот наши рубли, которые, условно говоря, в наших карманах, они будут проданы, потому что они будут в расчете за эту нефть. То есть, мы приходим к выводу, что это практически невозможно. Те компании, которые представлены на мировой арене, в мировой торговле участвуют, они, конечно же, должны иметь какую-то единую расчетную единицу, коим является в данном случае во главе доллар США, либо евро, либо, например, фунты стерлингов, либо, вот, например, китайский юань, ну и так далее. Но российский рубль, всего 0,2%, это практически невозможно. Мы, хоть и интегрированы в мировую экономику, но мы так или иначе, все равно экономика, у которой ВВП, например, по сравнению с другими участниками вот этой глобальной мировой экономики, оно практически мизерный процент составляем. Либо там 20, там около 20% мирового ВВП, это США, плюс там примерно еще столько же Китай, и мы там 1,5% ВВП во всей этой, вот, во всем этом рейтинге. Поэтому подобные заголовки, где рубль стал одной из популярных валют, я думаю, что те же самые компании просто гоняют туда-сюда деньги, те же самые рубли через систему SWIFT, и фактически SWIFT это все учитывает. Вот и все, я полагаю, что это единственный ответ. Поэтому здесь однозначно утверждать, что действительно популярная валюта и 0,2% по сравнению с 40% доллара США. То есть здесь выводы делать, но практически только ленивый не сможет правильно сделать выводы. Друзья, ладно, затянул с выводами, затянул с разговорами, но будем пока завершать. Как вы считаете, стоит ли эта тема для обсуждения, напишите в комментариях. Ну, а мы с вами будем следить за ситуацией в дальнейшем. Подписывайтесь на канал и до встречи в следующих видео. Пока!